Я готовлюсь представить вам следующего докладчика. Вы, наверное, уже обратили внимание, что мы говорим сегодня и про бус, и про битрикс24. И, например, история компании Найсду, вот она больше про битрикс24. Наш следующий докладчик, это история исключительно про бус. Это один из наших самых опытных партнеров, который с нами очень давно, у которого очень хорошая и интересная компетенция в области разработки сайтов. Я думаю, он с большим удовольствием сам поделится вам, как они эту компетенцию нарабатывали, к чему пришли. Встречайте, пожалуйста, Кирилл Новиков, компания Codex Москва. Не давали выходить, сказали, что только под музыку можно. Большой кликер такой точно с собой не утащишься случайно. Она добывает. Всем спасибо, что пришли сегодня послушать меня, заинтересовались этой темой. Еще раз, меня зовут Кирилл. Я основатель группы компании Codex. Сегодня, как минимум, покажу вам настоящую тему моего доклада. Она не про дрова, она на самом деле про мутантов. Почему про мутантов? Потому что за 10 лет существования мы, начиная с заказной разработки, последовательно мутировали, мучились, приобретая на самом деле суперспособности под названием продуктовая разработка. И о том, какие ошибки на этом пути нелегком мы совершали, сегодня я планирую вам рассказать. Для начала немножко о том, почему я считаю, что могу об этом рассказывать. Мой любимый вопрос. Поднимите руки, кто слышал про веб-студию Codex. Пара человек. Ничего еще. Здорово. На самом деле под брендом Codex существует несколько компаний. И сегодня я представляю компанию на этом докладе под названием Automotive Digital. Эта компания занимается разработкой B2B продуктов для автомобильного рынка. И немножко расскажу о ее достижениях на сегодняшний день. С 2014 года мы номер один в рейтингах Рунета по категории Автомота. Мы работаем постоянно более чем с четырьмя сотнями из трех тысяч официальных дилеров Российской Федерации. Ну и что для нас с вами самое релевантное? Более 60 миллионов людей ежегодно пользуются нашими продуктами онлайн. Ну не совсем понятно, я так подумал, 400 дилеров это много или мало, поэтому решил перевести это в цифры. Вот несколько цифр наших клиентов. Напомню, это 400, только 400 дилеров, с которыми мы работаем. На самом деле это более 80 тысяч сотрудников по всей России. Более 180 тысяч автомобилей они продают за год. И это только новые автомобили, число поддержанных примерно равно новым. И моя самая любимая цифра, внимательно считайте количество нулей. Это совокупный оборот наших клиентов, не всего рынка, а наших клиентов за год. Это более 1 триллиона рублей. Естественно, пришли мы к этому не сразу и пришли мы к этому непосредством заказной разработки. Начинали мы 10 лет назад, небольшая предыстория. Начинали мы 10 лет назад как классического студия, то есть брались за все заказы подряд, нарабатывали опыт. Постепенно исторически так случилось, что больше опыта у нас нарабатывалось в двух нишах. Это e-commerce и automotive, тачки и шмотки, как мы их называли. И так получилось, что в automotive у нас лучше получалось находить и предлагать готовые решения типовых проблем. Дальше объясню почему. Далее примерно 4 года назад мы научились упаковывать их в готовые решения, готовые продукты и быстро их тиражировать. А перейдя к подписной модели, то есть снизив порог вхождения, то есть нам платят подписку абонентку, мы начали стремительно расти и увеличивать количество клиентов. Ну, в целом так, перешел наш переход к продукту. Я все говорю о продукте, немножко расскажу все-таки, что я имею в виду, какой продукт мы продаем, что мы делаем. Мы развиваем такую вещь, как диджитал платформа автодилеров. Для конечного клиента, то есть авто или мото дилера, это типовой сайт. На самом деле он является конструктором, в который мы доустанавливаем функциональные модули различные, каждый за свою абонентскую плату, естественно, сделаны они на основе Bittrex Framework. То есть у нас такой продукт поверх продукта, продукта Bittrex. И у нас собственная система обновления. К чему это привело? В настоящий момент, с учетом нашего опыта, технологий и процессов, которые мы используем, мы способны в считанные недели адаптировать наш продукт для различных автобрендов. И внедрение конечному клиенту, то есть автодилера нашего продукта, происходит не более чем за два часа для самой сложной его редакции. Как правило, это происходит быстрее. Ну и самое важное, за счет собственной системы обновлений, мы постоянно поставляем нашим клиентам дополнительную ценность. Это очень важно для подписной модели, потому что если наш продукт перестанет развиваться, за него попросту перестанут платить. Никто не говорит, как правило, почему какая-то история успеха работает, я скажу. Я выделяю четыре аспекта самых важных. Первое. То, что дилерская сеть – это единый бренд. То есть от 50 до 150 автодилеров работают под единым брендом на едином дизайне. Второе. Это единый ассортимент. То есть они продают один ряд автомобилей модельный и примерно одни и те же самые услуги сервиса. Третье. Один бизнес-процесс у разных дилеров дилерской сети, он практически одинаков. И более того, от бренда к бренду он не очень сильно отличается. Ну и немаловажно также это один бедный маркетолог дилерского центра, как правило, у которого очень-очень много работы и у которого времени на сайт остается очень-очень мало. Поэтому наше предложение для него становится выгодным, выручает его на самом деле. Так вот эти четыре пункта в принципе можно использовать как своеобразный рецепт. Я верю, что если вы найдете рынок, где хотя бы часть из них выполняется, то в принципе нашу модель там можно повторить. По крайней мере на нашем рынке, на автомобильном рынке у нас это работает давно и очень успешно. Ну, на этом success story заканчивается. Переходим к жести реальности, ошибкам, шишкам, которые мы набили и выводам, которые мы на этой основе сделали, советам, которые я хочу вам предложить. Я не претендую ни в коем случае на истину в последней инстанции, это исключительно наш опыт, но хочу сказать так. Если бы мы эти советы получили хотя бы лет пять назад, то я уверен, что пропасть перехода от заказной разработки к продуктовым преодолели бы гораздо быстрее. Для начала вопрос, конечно, кто из присутствующих занимается вообще заказной разработкой? Здорово, да, 80-90%. А теперь кто из вас уже занимается или планирует заняться разработкой и дистрибуцией собственного какого-то продукта? Процентов 30 точно, 50 даже. Здорово. Для вас рассказ будет особенно интересный, для остальных надеюсь, что рано или поздно эта информация может понадобиться. Итак, реальные кейсы, реальные советы. Совет номер один. Первым делом вам нужно определиться, на каком вы полюсе находитесь. Что я здесь имею в виду? Полюса магнита. Мы поняли, что сервисная модель, то есть заказная разработка и продуктовая модель, это совершенно две разные полярности. То, что хорошо для сервиса, оказывается убийственным для продукта. Ну, приведу конкретный пример. В заказной разработке наша главная задача, как можно сильнее проработать клиента и продать ему как можно больше часов, как можно больше работ, доработок и так далее. Мы, в принципе, так и делали. Первые несколько лет, года два, наверное, мы вообще не осознавали, что мы делаем продукт. Мы просто внутри одной дилерской сети, под одним брендом, копировали сайт плюс-минус одинаково разным клиентам. И этих клиентов, как мы привыкли в заказной разработке, сажали на поддержку, видели свои главные задачи, но отгрузить им как можно больше часов поддержки, сделать как можно больше доработок. И зарабатывали достаточно неплохо, жили припеваючи до тех пор, пока не столкнулись с задачей обновить один из самых главных функциональных модулей, это витрина автомобиля, выпустить его новую версию. Мы больше денег за него хотели просто-напросто брать. И столкнулись с тем, что за эти два года мы настолько сильно изменили, вот на тот момент это было порядка 50 дилерских сайтов, мы их настолько до неузнаваемости своими же руками изменили, что при помощи нашей же центральной системы обновления мы не могли раскатать этот модуль. И нам пришлось потратить больше чем полгода, тонну ресурсов, тонну времени и денег на то, чтобы по сути заново интегрировать им теперь уже новую продуктовую версию нашего решения. Урок мы усвоили навсегда. В конечном счете, если в сервисной модели, то есть в заказной разработке, если наша задача была как можно чаще говорить клиенту «да», то в продукте задача трансформируется в то, чтобы как можно чаще говорить «нет». И делать это тоже надо учиться правильно, но это отдельная тема. Совет номер два. Коль скоро вы определились, что вы находитесь на полюсе продуктовой разработки, советую вам как можно быстрее освоить новый язык и правила игры. Что я имею в виду? Первое. Про язык. Банально речь о словаре, о словах, которые вы используете на продаже, в общении с заказчиком, в договоре и так далее. То есть слова разработка, услуги поддержки, владение мы заменяем на адаптация, лицензия, пользование. В конечном счете мы не продаем, а сдаем в аренду. И даже вот этот банальный вординг оказался для нас настолько, настолько большие изменения привнес, мы это реально можем видеть на примере шести дирижских сетей, с которыми сейчас работаем. Те из них, с которыми мы начинали работать в последние года два-три, объективно воспринимают нас как продуктовую компанию, принимают продуктовые правила игры и принимают наше «нет». осознают, что конечное решение все-таки за нами, как за вендором этого продукта и разработчиком. Те же, с кем мы начинали работать восемь лет назад, воспринимают нас скорее как подрядчиков по сайту. До сих пор это приходится вычищать из их сознания, несмотря на то, что то, что мы для них делаем, тот продукт, который предоставляем, это ровно то же самое, что для новых клиентов. И слова мы вроде бы используем уже новые, но вот засело очень-очень глубоко. Поэтому как можно быстрее меняйте свой словарь. Здесь, конечно, возникает такой философский вопрос. Как сдать в аренду то, чем привыкли владеть? Ведь сайтом привыкли владеть, верно? Ну, здесь приведу такой пример. У меня нет, сразу говорю, какого-то серебряной пули в ответ на этот вопрос, но приведу такой пример. Возможно, позволят вам под другим углом на это посмотреть. Ну вот, кто из вас пользуется каршерингом? Вот я пользуюсь, да? Согласитесь, удобная штука, когда не нужно, во-первых, инвестировать пару миллионов в автомобиль, во-вторых, заботиться о том, где его помыть, когда его заправить, как там бензин, и цена на бензин растет, что делать с автомобилем, когда он сломался. Все эти вещи с вас снимаются и переходят к кому-то другому, к провайдеру каршеринга. В принципе, как мы обнаружили, для заказчика сайта эта логика очень хорошо работает. Рынок становится более зрелым, заказчик тоже. И они воспринимают эту модель. Ну вот смотрите, сайт, зачем вам его владеть? То, чем вы владеете, полнота, ответственность за то, чем вы владеете, целиком и полностью ложится на ваши плечи. Сайт, как минимум, нужно где-то хостить. Нужно иметь команду поддержки, которая будет держать его в работоспособном состоянии. Вдруг, если он сломается, да? И самое главное, в него нужно инвестировать немало денег, чтобы его разработать. А что еще важнее, если вы как заказчик составили неправильное ТЗ, этот сайт, который вам принадлежит, если этот сайт для вас неэффективен для вашего бизнеса, то это ваша проблема, а не разработчика. С продуктом на самом деле мы верим в то, что продукт, модель аренды, это более выгодное предложение для клиента, поскольку в этом случае вся полнота ответственности ложится на разработчика, на провайдера продукта. Клиент может взять, он берет его в аренду, платит относительно небольшую абонентскую плату и использует этот продукт ровно до тех пор, пока он удовлетворяет его потребностям и остается эффективным для его бизнеса. И в каком-то смысле, да не в каком-то смысле, по крайней мере, на нашем автомобильном рынке это продавать оказалось гораздо проще. Поехали дальше. Вот это лицо человека, который оказался без заказчика. В том плане, что в продуктовой разработке заказчика-то нет, там немножко по-другому. И в этом плане разработка заказная оказывается довольно-таки спокойным делом и предсказуемым, потому что там у нас всегда есть заказчик, который приходит с каким-то заданием, мы его считаем, его реализацию, выставляем денежку. Если мы не сильно в расчетах облажались и в реализации, то мы даже и заработаем на этом. То есть мы сначала продаем, а потом делаем. Надежная модель. В продуктовой разработке все наоборот. Нужно сначала поработать, что-то придумать, что-то сделать, а потом уже это продавать. И это модель в этом плане инвестиционная. То есть вы свои деньги начинаете инвестировать в разработку. Но зато есть один бонус, хотя может быть и сомнительный, что со сроками никто на вас уже не давит. Никто не подгоняет. Вы сами решаете, сколько вы готовы делать этот продукт до релиза и сколько вы, соответственно, готовы ресурсов в него вкачать. Это ваши риски. Во-вторых, ТЗ как такового нет. Не приходит никакой заказчик, не говорит, я хочу так, так и так. Но мы же не можем сделать B2B продукт вообще без клиента. Клиент нам нужен. И ТЗ в данном случае составление ТЗ трансформируется в штуку под названием Customer Development, то есть нам нужен определенный набор клиентов, первых последователей с рынка, которые станут для нас одновременно консультантами и одновременно, при хорошем раскладе, еще и спонсорами. То есть которые либо денег дадут, но повторяю, не за разработку, не за то, чтобы купить себе что-то во владение, а за то, чтобы пользоваться этим. Ну, в идеале еще и станут новаторами, потом своим коллегам будут предлагать этот продукт. На самом деле, как мы поняли, начинать разработку, бросаться в разработку нового продукта, не имея вот этих спонсоров и первых последователей, то есть клиентов, которые реально голосуют рублем за то, что вы им собираетесь предложить еще до того, как вы начали это делать, не совсем правильно. И у нас не очень такие красивые примеры с этим получились, тоже о болях и ошибках. Где-то год назад, когда мы окончательно осознали себя как продуктовая компания, мы резко в это направление бросились и решили, окей, сейчас мы понаделаем шесть новых клевых продуктов, будем их продавать и жить припеваючи. Ну, во-первых, денег на все не хватило, половину разработки пришлось свернуть. Из того, что осталось, один продукт оказался попросту невостребованным. То есть мы вкатали немало в его разработку, а когда релизнули, его никто не захотел брать. Хотя мы не на пустом месте его делали, не сами придумали. Мы общаемся с рынком, мы ходим на профильные конференции, мы понимали, что рынок, в общем-то, ждет этого. Но когда мы это выпустили, покупать не стали. Наверное, еще пока не готовы. Будем надеяться, что еще снимем с полки пыль, смахнем, скажем так, и будем продавать его дальше. И момент второй. Как посчитать абонентку? Мы же не считаем разработку, у нас нет сметы как таковой. Как посчитать, за сколько продавать это в месяц? До старой доброй таймл материал здесь никуда не делся на самом деле. Мы все еще считаем, сколько мы затратим времени на разработку, какие ресурсы у нас идут на поддержку, развитие этого продукта. И делим это, по сути, на жизненный цикл. То есть то, сколько этот продукт, по нашему мнению, просуществует до тех пор, пока не будет выпущено либо новый продукт, либо кардинально новая версия и так далее. Ну, условно, взяли 10 миллионов, поделили на 3 года. Получили, я не знаю, x рублей в месяц. А дальше начинается магия под названием востребованность. Потому что наперед никогда не знаешь, сколько клиентов у тебя этот продукт возьмет. А от этого в целом-то зависит твой бюджет и зависит то, сколько денег ты получишь совокупно. Здесь очень легко ошибиться. Конечно, помогает КАЗДФ, конечно, помогают опросы, но не всегда, ну, они не могут дать просто стопроцентную достоверность. Может так получиться, что продукт взяли и купили, я не знаю, 1% вашей клиентской базы. И по вашим расчетам получается, что 50 или 100 тысяч рублей с одного клиента такого нужно брать в месяц. И это не укладывается в рынок. Это очень плохая ситуация. Но есть другая ситуация. Например, у нас, ну, выпала нам шальная карта, и мы понимаем, что этот продукт прям стопудово возьмет прям 100% нашей клиентской базы. Делим одно на другое, получаем абонентку 300 рублей в месяц. Ну, это как-то несерьезно. За 300 рублей в месяц серьезный продукт продавать. За сколько продавать? За 3 тысячи, за 5, за 10, за 15. Здесь очень хорошо нас выручил просчет рентабельности продукта для клиента. То, что мы делаем, ну, мы работаем на рынке интернет-маркетинга, то есть задача нашего продукта для клиента, это создать ему дополнительный канал привлечения клиентов, дополнительный канал продаж в онлайне. То есть в конечном счете мы знаем, сколько такой клиент нашему клиенту принесет денег. Зная конверсию нашего инструмента из трафика в заявку на сайте и зная конверсию по нашему рынку, а это известная цифра из заявки в реальную продажу реального клиента, мы вполне себе можем регулировать цену абонентки на наш продукт вокруг реального бизнеса и реальных возврат инвестиций, ну, то есть рентабельности клиента. Очень хорошо помогает. Дальше. Конечно же, продуктовая работа, разработка с точки зрения внутренней кухни, это совершенно другая история. Процессы другие, инструменты другие, технологии другие. Нужна другая экспертиза в команде. Самостоятельно мы первые несколько лет ее поднимали, нарабатывали, учились. На самом деле очень сильно помогает привлечь эту экспертизу со стороны. Во-первых, то есть привлечь экспертизу означает, ну, нанять в команду, привлечь в команду людей. Во-первых, очень хорошо помогают люди с экспертизой в рынке, в котором вы работаете, потому что от них можно научиться, ну, получить такие инсайты, которые просто общаясь с клиентом в ходе, там, интервью, можно получать очень долго или вообще никогда не получить. А во-вторых, помогает привлечение людей с продуктовой экспертизой, то есть тех, кто работал в продуктовых командах над каким-нибудь продуктом. Помогло здорово. Прокачав это внутри, мы наконец поняли, что agile, кросс-функциональные, самоорганизующиеся команды, continuous integration, continuous delivery, test-driven development, смузи и каворкинг, вот это все, это на самом деле не хайповые слова, а это реальные технологии, реальные вещи и подходы, которые очень-очень хорошо способствуют продуктовой модели разработки. Далее. Очень-очень важный совет. Если клиент этим не пользуется, значит вы этого не делали. Ну, поскольку мы продаем продукт по подписке, наша задача постоянно выпускать обновление и развивать его, иначе он станет неактуальным и просто перестанут его покупать и платить нам эту самую подписку. Мы раньше как думали? Ну, окей, у нас куча идей, мы общаемся с клиентами постоянно, мы делаем какие-то фичи, релизим их, пишем в новостях и все, наше дело сделано, мы обновляем продукт. Оказалось, что на самом деле таким образом не более 5% самых приверженных, скажем так, адептов вашего продукта среди ваших клиентов о новинках узнают. И показательный случай по этому поводу был. В прошлом году один из наших, ну, один из самых крупных наших заказчиков вызвал нас на ковер вместе с SEO-подрядчиком, имя которого все присутствующие знают, но назвать я его не буду. Столкнул вот так вот лбами, ну, как это привычно, в принципе, разработчиков SEO-подрядчиком сталкивать, и те нам начинают, значит, объяснять, что продукт у вас плохой, здесь вот этого сделать нельзя, этого нельзя, поэтому, уважаемый заказчик, мы не можем вас продвинуть в топ. Знакомая ситуация? Кому знакома? Вот с продуктом прям вот еще тяжелее, потому что мы же нет, постоянно говорим, у нас свой рудмап развития. Так вот, у нас на этой же встрече продукт-менеджер берет прямо на месте в клиентском интерфейсе, делает все, что хотел этот SEO-подрядчик и рассказывает, вот прям открывает статью базу знаний годовалой давности, где мы этот функционал уже релизнули. У всех отвисают пачки, прежде всего у меня. С тех пор мы поняли, что на самом деле на маркетинг того, что вы делаете, на продвижение фич, донесение их до клиента и главное обучение работы с ними нужно тратить времени, но чуть ли не меньше, а пожалуй даже и больше, чем на саму разработку. Ну, посмотрите. Банальный пример. Bittrex выпустил среди фич распечатку таблицы Ганта, диаграммы Ганта, и рассказывают о ней Сергей Рыжиков в прям вот хедлайнер конференции. Не странно ли? Не странно, так и должно быть. Поэтому база знаний, опросы, рассылки и самое главное вебинары, очные мероприятия. Все это мы начали применять. Самое главное важно мерить то, чем реально пользуется клиент, потому что то, чем он не пользуется, надо как-то это исключать из родмап развития. Далее. Тоже немаловажный совет. Планируя умножайте число клиентов на 10. Вообще надо все умножать на 10, потому что когда число ваших клиентов невелико, достаточно просто не описывать какие-то процессы, не оптимизировать их, не автоматизировать какие-то вещи, например, там выставление счетов, биллинг. Но если произойдет у вас такой момент, который произошел у нас, что продукт становится востребованным и число его клиентов растет экспоненциально, эти проблемы очень-очень быстро вас нагоняют. И в тех местах, где у вас не описано, не стандартизированы какие-либо процессы, вы начнете, как и мы начали, тушить это людьми. А это не очень эффективно, поскольку увеличивая количество людей, у нас возникает проблема коммуникации, которую решить еще сложнее. Поэтому подумайте о стандартизации, автоматизации заранее. И, наконец, последний и самый главный совет. Он, пожалуй, универсальный для любого бизнеса, для продуктового, на мой взгляд, особенно. Сфокусируйтесь. Работа в нише – это еще не фокус. Как ни парадоксально, за 10 лет своего развития мы постоянно осознавали и сталкивались с тем, что чем больше мы сужаем свой фокус, тем больше вариантов действия у нас появляется. То есть сначала мы сосредоточились только на разработке, не стали делать, например, SEO, рекламу. Потом на разработке на определенных рынках e-commerce и автомобиле. Потом на конкретных видах клиентов. А потом на конкретных видах задач этих клиентов. И каждый раз у нас вариантов действия становилось все больше. В конечном счете, перейдя к продукту, вообще бесконечное поле деятельности. Отчасти почему? Потому что в работе с заказчиком у вас, по сути, есть два варианта. Делать или не делать? То, что он вас просит. Когда у вас продукт, у которого есть много клиентов, появляется сразу очень-очень много голосов вокруг. Каждый второй начинает тянуть в свою сторону. Говорит, сделай мне так, а мне вот так, я вижу так, я вижу так. Как остановить этот поток голосов и мыслей, в том числе и у вас с наработкой экспертизы, появляется все больше и больше идей, что сделать, как это остановить. Вот что нам помогло. Во-первых, понять, почему и для кого вы это делаете. Чью жизнь своим продуктом, своей деятельностью вы меняете. То, что в простонародье называется миссией. Мы это для себя определили так. Мы дружим людей и автомобили посредством автодилеров. То есть мы делаем процесс покупки, владения, обслуживания автомобилей максимально прозрачным и удобным для конечного пользователя. Определившись с этим, становится яснее, какие 80% рынка являются вашими клиентами. Не 100. Правило Паретто, известно, здесь очень хорошо работает. Делать продукт, который удовлетворяет 100% клиентов, 100% рынка, если и возможно, то просто не оправданно по затратам. Всегда будет 20%, которые для вас создают 80% геморроя. Осознав это однажды, поняв, что у нас есть такие клиенты и что это не наши клиенты, нам стало жить гораздо проще, развиваться. Определившись с этим, поймите свою продуктовую стратегию. То есть кому и в какой момент вы что продаете. Мы для себя определили три варианта действий. Мы продаем либо решение, либо инструмент с решением, либо решение. То есть приведу пример. Мы продаем, например, форму заявки на тест-драйв, пример абстрактный. И гарантируем, что она будет приносить 5 заявок на каждые 100 посетителей. Это решение, потому что есть такая проблема. Нужно получать заявки. Либо инструмент. Мы, например, продаем собственный конструктор лендингов для дилеров обновляемый. С помощью которого дилер может сам играться и создавать себе ту конверсию, ставить АБ-эксперименты и так далее. То есть свое творчество выражать нашим инструментом. Либо инструмент с экспертом. То есть мы даем инструмент и объясняем, как им пользоваться. На самом деле тоже один из вариантов. И последнее. Самое главное. Определившись с этим, сформулируйте, определите для себя, для своей команды свою амбициозную цель. То, что сегодня Максим Баттерев в первом докладе процитировал Джима Коллинза. Прикольно, когда один автор, которого ты читал, цитирует другого. Как бихага. Ведь когда у тебя есть цель, большая, амбициозная и волосатая, это помогает тебе сфокусироваться. Сфокусироваться максимально. Мы для себя свою цель определяем так. Через пять лет мы хотим работать с 80% автомобильных дилеров России, выйти в Азию и выйти в Европу. Какова ваша цель? Решать вам. Большое спасибо. Готов ответить на вопросы. Спасибо большое за доклад Кирилла. Мне кажется, очень здорово получилось. Я хочу особенно Кирилла поблагодарить, потому что он очень ответственно подошел. Вчера приезжал вместе с нами на репетицию здесь. И по-моему, прям прекрасно было. Друзья, искупайте в овациях. Здорово же действительно. У нас есть вопросы из зала, у нас есть вопросы из мобильного приложения. Давайте для начала в зал дадим микрофон. Поднимайте руки. Вот я вижу, уже здесь есть рука. Так. Не включили, надо кнопочку волшебную нажать. Ребят, микрофон. Слышно? Отлично. Антон Резников, компания АМ1. Мы вот как представитель лидогенерации SEO в частности, вот вопрос, вы привели кейс. Не совсем понятно, как у вас возникла ситуация, что по SEO там какие-то требования не выполнялись. То есть обычно мы даем ТЗ подрядчику и уже кто непосредственно разрабатывает СЭД, внедряет это все, чтобы не было сломанного телефона. То есть это все делает подрядчик. А у вас как ситуация-то получилась? Отличный вопрос, Антон, большое спасибо. Прям задел за живое, что говорится. Это как раз один из тех примеров, в которых нам чаще приходится говорить нет. Во-первых, поясню, мы не подрядчик, мы поставщик продукта. Мы ратуем за то, чтобы с нашим продуктом, мы работаем с дилерами по всей России. И мы ратуем за то, чтобы эти дилеры использовали своих локальных подрядчиков для работы со своим сайтом. То есть реализация дополнительного функционала, который не входит в наш продукт. Потому что наш продукт сделан на битриксе. В принципе, бери, создавай свой раздел, кидай в него свой компонент, дорабатывай то, чего тебе не хватает. Однако есть места, которые влияют на весь сайт. То есть на весь наш продукт. Наше ядро. Как у битрикса есть ядро, наверное, многие знают, так и у нас есть свое ядро. Туда лазить нельзя. И вот эти SEO-доработки, как правило, касаются нашего ядра. Здесь возникает какая паранойя? У 400 клиентов, у доброй трети есть активные SEO-подрядчики. Хвала вам. Но при этом SEO такая штука-то, в общем, сложно классифицируемая, описываемая. Это магия, правильно? Каждый находит свои подходы. У каждого есть свое какое-то ноу-хау, инсайт. И он пытается его внедрить. Да, конечно, там выделяются какие-то паттерны. Но в целом это как раз тот самый случай, когда один клиент нам говорит, точнее его SEO-подрядчик, сделайте так, другой сделайте так, третий сделайте так. И, конечно, было время, когда мы бросались реализовывать ровно то, что нам сказали. И это еще один принцип. Поэтому дополнительное спасибо за вопрос. Еще один совет, который я могу вам дать. Вопрос клиента не равно задаче. То есть то, что клиент говорит, что сделай мне вот так, это не значит, что он на самом деле хочет, чтобы ты сделал вот так. Порой нужно, чему мы учимся? Посредством как раз вот этого customer development. Объединять такие вот запросы и формулировать, встраивать в наш roadmap развитие нашего продукта такие доработки, которые позволят удовлетворить желание этого и этого. То есть мы, например, я не знаю, не меняем какие-то блоки, не ставим H1 в самый верх, как это принято. А вместо этого мы сделали ротатор страницы, который может позволить каждому по своему желанию менять расположение H1 внутри страницы. Впоследствии там вообще к конструктору перешли. Сейчас это, в принципе, что угодно можно с сайтом практически делать. Спасибо. Спасибо. Давайте вопрос из приложения зададим. Вопрос из приложения. Ваш продукт это SaaS или лицензия BUS плюс ваши модули компоненты? Наш продукт это SaaS. А после окончания аренды продукта клиент может использовать? Это кто-то из наших гиберов, мне кажется, там спрашивает. Может ли он использовать? По-хорошему нет, потому что мы продаем лицензию на использование плюс обновление. Но есть отдельные случаи, скажем так. Мы можем продать лицензию на бессрочное использование. Дело в том, что мы в свою модель обновления упаковали такую ценность, постоянно поставляемую, от которой достаточно сложно отказаться. То есть ценность на самом деле того, что мы даем, она не столько даже в продукте, не столько в сайте дилера, а в том инкременте, скажем так, который мы поставляем ежедневно в него. Спасибо большое. Еще вопросы зала. Добрый день. Меня зовут Мария Матрос. Я маркетолог продуктовой компании. Спасибо за доклад. Расскажите, пожалуйста, про Мауметрики подробнее. Да много про Мауметрики я не расскажу. Мы просто своей системой аналитики, частично гуглом, частично своими наработками, собираем то, какими фичами пользуется наш клиент. Здесь надо понимать, что у нас в этом плане на самом деле есть два клиента. Вот такая фаранойя. У нас есть клиент нашего клиента, то есть публичный клиент, физическое лицо, которое пользуется продуктом. Это одна история. Конечно, это классическая аналитика, конверсии, воронки и так далее. А есть бизнес клиент, то есть непосредственно наш заказчик, клиент, который платит нам деньги, автодилер. И есть, соответственно, часть доработок, которая направлена на более удобную работу именно бизнес клиента. Ну, например, вот конструктор, о котором я говорил, это как раз бизнес часть. Этим не будет пользоваться никогда покупатель автомобиля, конечно же, это для автодилера, для маркетолога. Вот фичи, которые мы там выпускаем, мы стараемся мерить, чем из этого реально пользуются, как часто пользуются. Потому что одно дело предположить, это прям вот тоже реальный пример из недавних, одно дело предположить, что конструктором страниц захочет пользоваться автодилер, собирать себе вот любую страницу на сайте, который он хочет. А другое дело в реальности увидеть, делают они это или нет, или их в принципе шаблонное решение 95% удовлетворяет. Одна из метрик, например, которую мы буквально недавно проводили исследование, там разные срезы можно делать. И вот у нас директор по продукту провел такое исследование. С какой процент клиентов, как часто заходит в админку, вообще говоря, битрикса за месяц. И знаете, очень шокирующие достаточно были данные. Вот такие метрики. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. А какие можно узнать? Сколько заходит процентов? Да. Сколько у нас там было? По-моему, только 10 дилеров из 400, то ли 10, то ли 20, какой-то такой процент, именно количество, то есть 5%, где-то 2,5-5% заходит в админку битрикс каждый день. Интересно. А дальше там такой спад идет, что ты понимаешь, что в принципе, ну, это на самом деле, это где-то хорошо. С точки зрения того, что мы предоставляем продукт и добавленную ценность обновлениями такую, что он в принципе бизнес, большинство наших клиентов устраивает, у них даже нет необходимости заходить что-то самим менять. С другой стороны, очень сильный облом, потому что мы стараемся и бизнесовые инструменты улучшать, а оказывается, вот не всегда они нужны. Отлично. Не каждый парится зайти и что-то там пощупать в админке. Спасибо большое. Есть еще в мобильном приложении у нас вопросы. Да, последний вопрос. Как защитить продукт от компирования без вашего ведома, когда клиент от вас уходит? То есть, как сделать так, чтобы клиент не ушел и не забрал с собой продукт, перестав нам платить, по сути, абонентку за его использование? Вы знаете, не паримся мы на эту тему, пусть уходит. Потому что, как я уже сказал, не в том ценность. Ценность нашего продукта в постоянной доставке новой ценности. Поэтому взять тот срез, который есть сейчас. Ну, коллеги, здесь немножко в поддержку того, почему нужно платить, на мой взгляд, постоянно обновлять техподдержку Bittrex и Bittrex 24. Вы можете взять Bittrex, как он есть сейчас. Но через год нам представят, сейчас вангую, кстати, можно поспорить, как будет называться следующая версия. Так, Токио уже был. Токио уже был, Гонконг уже был. Значит, будет… А Шанхай был? Шанхая не было еще. Значит, будет Шанхай. Все, запомните. Ставлю на Шанхай. Так вот, подождите, там в Азии еще не все закончилось. Так вот, через год Bittrex выпустит Шанхай, и все. И вы не получите всех тех прекрасных фич, интернет-магазин, на СЦРМ встроен и так далее. Поэтому, ну, нравится вам Токио, пользуйтесь Токио, не платите дальше. Ну, есть еще момент подписки, конечно, в общем, тема такая глубокая. В общем, ответ такой, мы не паримся, надо, забирайте. Мы делаем ставку на другое, мы делаем ставку на постоянные изменения, непрерывные и очень быстрые. Поэтому у нас нет цели защищать то, что у нас есть в данный конкретный момент времени. Когда Кирилл сказал про Шанхай, он даже не подозревал, насколько близок он был к истине, но я специально поддержу интригу до круглого стола. Друзья, на самом деле еще один вопрос успеваем задать. Поэтому, если есть еще вопрос Кириллу из зала, можно сейчас поднять руку и мы передадим микрофон. А, отлично, есть вопрос. Давайте передадим вот с той стороны зала. Чуркин Роман Айм из компании. Буквально маленький вопрос, вот я заинтриговал. Из 100 зашедших на тест-драйв, 5 делали целевой действия. Это просто из воздуха взятые цифры или это статистика? Ну, из воздуха на самом деле. Но цифры, как мы знаем, конверсии, они примерно такие у нас по форме на веб-сайде. Вы прописываете прямо по каких-то обязательствах на себя, берете по именно уже конечному результату или все же это просто продукт? Скажу вам так. Скорее, смотрите, мы не отстраиваем бизнес-модель от того, чтобы брать деньги за лиды. Вот я думаю, вы к этому сейчас клоните. Нет, мы этого не гарантируем. Но есть часть продуктов, часть модулей, в которых мы просто заявляем так. Вот наше нет, а наше главное слово, сори, но это нет, как вы уже поняли. Наше нет заключается в том, нет, мы не будем менять состав полей этой формы, потому что мы считаем, что это убьет вам конверсию. А задача этого инструмента, это конверсия. Мы не будем менять, я не знаю, кнопку с синей на красную, потому что мы не считаем, что это увеличит конверсию. А ваша задача не красная кнопка, а конверсия. Ну, классика, в принципе, да? Так мы поступаем, где мы ратуем за результат конечный, но есть места, где мы ратуем за инструмент. Поэтому и сложно с автобизнесом работать, да, вот именно по конечному результату, когда ваши, ну, подобные ваши коллеги, либо вы, то есть у вас есть продукт, да, самописный называемый, да, может быть это к вам не применяемо, но все же, да, то есть с ним тяжело работать именно уже на конечный результат, если говорить именно там юзабилити, что-то менять, то есть здесь все ограничено. Когда как? Скажем так, есть места, где мы сильнее упираемся, еще раз говорю, в результат, да, есть места, где мы более гибкие, потому что понимаем, вот это как раз и создает для нас разницу, понимание, будем мы это делать или не будем. Понимаете, да? Спасибо. Друзья, спасибо Кириллу, благодарен за его выступление. Спасибо за внимание, спасибо за вопрос.